О гиревом спорте можно узнать из интернета, газет или телевидения. Но лучше всего самому отправиться на тренировку и увидеть все своими глазами. Что мы и сделали. Валерий Белицкий тренирует ребят разных возрастов. Среди его спортсменов есть и титулованные атлеты, которые уже достаточно известны не только в Украине, но и за ее пределами. Леон – пятикратный чемпион мира среди юношей. На его счету уже множество рекордов. За 10 минут гиря 24 килограмма, рывок 233 раза. Это рекорд мира. В арсенале у спортсменов много различного снаряжения. Самая тяжелая гиря весит 52 килограмма. Ее могут поднимать только тренер Валерий Петрович и Леон. Этот вид спорта отличается от других силовых. Тем, что здесь больше нужна силовая выносливость. Одной силы здесь мало. Здесь нужен труд, упорство. Тут не хватает поднятия один раз, два, десять, пятнадцать. Здесь нужно поднимать в течение 10 минут на упражнения. И максимум количество раз. В секции гирьевого спорта есть и совсем юные ребята. Они упорно занимаются, чтобы в будущем стать такими же сильными, как их тренер. Хочу стать сильным. Стать спортсменом. Меня привлек этот вид спорта тем, что хочу быть сильным. У нас есть пример живой. Хочу быть тоже чемпионом. Стараемся делать успехи. Я в эту спортивную секцию записался. Хочу быть сильным. Как мой тренер. Поднимать по 52 килограмма. Я вешу всего лишь 26 килограмм. Но можно уже поднять 6 килограмм 10 раз. Считается, что таскать тяжести не женское дело. Но при желании гирьевым спортом могут заняться даже девушки. Ура! Среди гиревиков невозможно не заметить Алину. Она одна из немногих представителей слабого пола, занимающихся этим видом спорта. Удивительно, но эта девушка поднимает гирю весом 16 килограмм. И недавно стала чемпионкой Донецкой области. Я хочу быть сильной, выносливой. И вот поэтому я выбрала этот вид спорта. Насчет девушек, что говорят, что тяжести увеличивают или расширяют плечи. И там гиревой спорт, массу на этом спорте не наберешь. Наберешь, наоборот, встроенную фигуру, уверенность, выносливость. Кроме стандартных упражнений, рывок и толчок, в гиревом спорте есть еще и жонглирование. Леон пока только на любительском уровне владеет его техникой. Не, не повесь. Не, ну я как, смотрю, что нападает, ухожу. Ну, все нормально. А вот у меня, глядя на то, как Леон управлялся с гирями, сердце ушло в пятки. Валерий Петрович из любого готов сделать победителя. Было бы желание самого спортсмена. Так что все, кто хочет обладать благопередной силой, могут записаться в его секцию гиревого спорта.